Ответ на вопрос господина Зеленского, можно ли в декабре снизить тарифы на тепло со стороны Гончарука, Оржеля, Ковалев, кого угодно, кто там сидел, должен быть нет. Я не жду тыканье от господина Гончарука в адрес президента. Гончарук, по сути, он соперечит сам себе. Ну да, я не вижу готовности нафтогаза к поиску компромисса. Там мы вас прижмем, там мы победим. Появилась альтернатива российский импорт. Возмутились энергетики, возмутился ДТЭК. Ну, Герус оказался, так сказать, зажат в зале официальных делегаций, в прямом и в переносном смысле. Мои вітання усім, кто разом із нами на Политеку онлайн. Дякую, что вы нам доверяете. И сегодня мы спілкуемся с экспертом из энергетических вопросов Валентином Землянским. Пане Валентина, рада вас бачить. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Володимир Путин висловил невдоволение тими умовами, которые висловила украинская сторона щодо транзиту газу и назвал их экономично неприйнятными. Пан Путин сказал наступное. Я постійно повторю, что мы готовы сберегти украинский транзит. Мы ведемо сейчас переговоры у Відни. Это никак не секрет. Правда, умовы, которые нам предлагают, возможно, украинские транзитеры, они экономично неприйнятные. Но я надеюсь, что это запитная позиция. Мне вдастся какой-то позиции все-таки погодить. Что возможного, такого неприйнятного, висунула украинская сторона? Что там, может, не сподобалось пану Путину? Насколько я понимаю, речь идет об уровне тарифов. В данном случае это добрая воля двух сторон. Одна выставляет тарифы и считает их экономически обоснованными. Вторая сторона может считать их экономически необоснованными. Для этого, в принципе, переговоры и проводятся. Потому что каждый хочет продать дороже, а кто-то купить подешевле. Здесь я не вижу. Меня в этом заявлении другое насторожило. Или если хоть кого-то успокоило, кого-то наоборот. Речь, обсуждение, получается, идет только вокруг ставки транзитов. Я так понимаю, тогда Стокгольм и поставки российского газа с повестки дня сняты. То есть тогда есть какое-то понимание по этим двум вопросам, если проблема только в ставке транзита по территории Украины. То есть Украина заявила там выше трех долларов за тысячу кубов на сто километров. Если при броне 60 миллиардов кубических метров, российская сторона говорит о том, что Северный поток позволяет транзитировать при ставке 2 и 1. Ну то есть на 30 процентов меньше. Ну я так понимаю, вокруг этого будет. То есть это не только вопрос торгу такого. Это торг. Это чистый торг в данном случае. Ну то есть еще раз повторюсь, начали торговаться о цифре. Ну то есть были принципиальные вопросы. Да, там урегулирование внесудебного урегулирования Стокгольма, поставки российского газа, объемы этих поставок, условия поставок. Ну то есть Путин говорит только о тарифах на транзит. Значит, с тем, либо это решено, либо снято с повестки дня. Ну то есть вот в чем вопрос. Вот в этом заявлении мне было интересно то, чего не сказали, а не то, что было сказано президентом России. Ну а пана Валентина, на тлі, навіть у этих заяв в Верховной Раде, вона ухвалила закон, який заброняет продаж та дріб або постачание электроэнергии, что импортуется с Российской Федерации за двусторонним угодами та на внутричнодобовом рынке. Я думаю, что вы мали возможность ознайомиться с этим законопроектом. Что это вообще означает? 22.33, если мне память не изменяет. Нет, это был другой. 22.33, это был по ограничению тарифов. В принципе, речь идет о чем? Речь идет о том, что наш свободный рынок оказался не таким уже свободным, о чем так долго говорили большевики, зачеркнуто, эксперты Всемирного банка. Ну то есть предупреждали, ребят, и говорили об этом экономисты, не только энергетики экономисты. Ребят, любой рынок, в который вы входите, он должен быть подготовлен, если вы хотите либерализировать, отрасль имеется в виду, она должна быть готова к открытым правилам игры. В противном случае ее начнет болтать, ну то есть начнется разбалансировка. Мы это увидели, в принципе, с самого момента запуска. Рынка электроэнергии, когда вышли постановления, это еще пригрозь мне началось, когда вышли постановления Кабинета министров, когда были возложены спецобязательства на Энергоатом, где в львиная доля идет электроэнергия на потребности населения для того, чтобы не росли тарифы. То есть тарифы зафиксированы до конца следующего года для населения, по крайней мере пока, если исходить из этого постановления. То есть на рынке и гидрогенерация дает туда же, то есть часть электроэнергии на население. Значит, на рынке остается дорогой ресурс. На рынке остается тепловая генерация, которая выше по цене, она по определению выше. Можно спорить, там господин Герус, известный Ахмед Аборец, можно спорить, соответствуют, не соответствуют, то есть там приписки и отписки. Но факт того, что в любой стране мира тепловая генерация будет дороже, чем атомная, стоимость киловатт-часа, это однозначно. Промышленность возмутилась. То есть потребители как бы... Появилась альтернатива российский импорт. Возмутились энергетики, возмутился ДТЭК. Говорит, мы так не согласны, давайте что-то менять. Но Герус оказался, так сказать, зажат в зале официальных делегаций, в прямом и в переносном смысле. Появилась отмена, но она весьма условная, это отмена этой поправки, потому что внутрисуточный рынок и рынок двусторонних договоров, это совершенно не отменяет рынка на сутки вперед. Это раз. Второе, там введено ручное управление кабинетом министра. Ну то есть какой рынок? Зачем тогда всю эту историю было начинать, огород городить и выстраивать всю эту схему? Что-то, по сути, мыль на бульбашка. В конечном итоге вы пришли к тому, от чего уходили, к административному регулированию рынка. Так зачем тогда было менять то, что было? Оно себе работало и работало, и всех устраивало, это перекрестное субсидирование. А по сути-то продолжается та же самая история. Только теперь потоки уже финансовые, не под контролем государства. Это единственное, что там государство контролировало через госпредприятия энергорынок. Сейчас государство потеряло контроль. Пожалуйста, устанавливайте, развлекайтесь, как хотите. Это неконтролированный контроль, так? Да, неконтролируемый контроль. И в данном случае, ну то есть еще раз, естественно, любая генерация будет возмущаться отечественно, неважно, был бы это ДТЭК или будет это Энергоатом по поводу импорта. Потому что импорт будет дешевый, в любом случае дешевле собственной генерации, что это будет российский, что будет европейский. Европа тоже будет продавать дешевле. Так устроен рынок. Потому что внутри страны регулятор всегда вот эти отягощения, налоговое отягощение, то есть плата за зеленую энергетику, плата за... Вот в Германии, например, я привожу всегда пример, это очень показательно. В Германии потребитель платит 30 евроцентов за киловатт-час. Немало, почти 8 гривен. Там даже больше, по-моему, 8 гривен. При этом промышленность платит, например, 10-15 евроцентов за киловатт. То есть больше, чем в два раза ниже. Там знают, за что сплачуют. Не, понятно, там идет на промышленность. Я имею в виду к тому, что, ну, то есть, а там торги на бирже могут находиться, как бы, на уровне, там, 5-6 евроцентов. То есть вы купите дешевую электроэнергию, не вопрос, она будет дешевле. Ну, так устроен рынок. Все. И здесь, как бы... Згадали вы пана Геруса, от, зокрема, президента Ассоциации энергетики Украины, Олександр Трухимец. Він на своей сторінце у Фейсбук написал, что наступное пан Герус знову всех обманув. Ну, принаймні, намагается это сделать. Верховная Рада поддержала в целом законопроект 22.33, каким, насправді, Герус продовжив установление ручного управления ринком электроэнергии в Украине, но информпростер заповнили инши заголовки, мовляв, Верховная Рада заборонила импорт электроэнергии из России. Насправді, это не так. По-перше, если раньше до знаменитої цієї восьми правки Геруса иснувала прямая заборона вільного импорта электроэнергии из России, то теперь таки импорт может в будь-який момент быть восстановленным за решением Кабміну. А мы все помнимаем, как Герус давал вказы вказы в министре энергетики Оржелю, сколько электроэнергии импортировать из России. И, власне говоря, пункт 2, умовная заборона импорта российской электроэнергии иснула лише для сегментов ринку за двосторонними договорами и внутричнодобовый ринок. При цьому, главный сегмент ринку на добу наперед абсолютно открытый для электроэнергии из России. А саме там и формуется цена. И саме там россияни демпингуют, створючи неможливые умовы работы для украинской генерации. Отже, энергокапитуляция продолжается. Все пропало. Все пропало. Все пропало. Я казав живой класс в украинской политике. Ну, еще раз, это не все пропало. Еще раз, естественно, это бьет по украинской генерации. В любом случае это бьет. И импорт будет всегда, еще раз повторюсь, дешевле. И вопрос регулятора, либо в данном случае, если это возложено на кабинет министров, вы выравниваете эту ценовую позицию для того, чтобы это не убивало отечественного производителя. То есть это вопрос внутренних договоренностей, переговоров, это работа кабмина с внутренним производителем. Ну, то есть, а у нас кабмин, получается, он не арбитр. Ну, никогда этого не было. Вот и вот опять, да? Никогда такого не было, и вот опять. У нас кабмин всегда играет либо на той стороне, либо на той стороне. Либо он играет за ферросплавы Коломойского, либо он играет там за угольную генерацию ДТЭКа. Но вот он никогда не становится над схваткой. И вот это основная проблема. Пане Вантине, на вашу думку, в понеделок 9 грудня президент Росії, президент Украины не может знать какой-то консенсус подчас переговоров у Нормандии в контексте разноморитных газовых проблем и тем, которые, я думаю, там будут подниматься. Я не знаю, насколько подготовили президента. Если это все происходит в таком же формате, как мы видели, вот нашумевший ролик в интернете. Про него мы еще поговорим. Да, про тарифы. То я боюсь, что там как бы предметного разговора просто не получится. То есть президент должен ехать туда подготовленный, то есть не 5 сценариев реинтеграции Донбасса, у него должно быть точно так же там условные 5 сценариев как бы газовых соглашений, а не дискуссии или политические лозунги. Потому что, допустим, исходя из заявлений господина Витренко, я не вижу готовности нафтогаза к поиску компромисса. Там мы вас прижмем, там мы победим. Но опять вот это вот. Мы как бы война до победного конца, мы победим. На этом фоне подписывается 10-летний контракт на транзит нефти по территории Украины до 2030 года без криков, без лозунгов, без трехсторонних встреч в Брюсселе. Можно? Что так можно? Так что мешает? Някой политики, только бизнес. От, до речи, Укртранснафта продовжила договір на транзит нафти территории Украины на 10 лет. Укртранснафта, представник Укртранснафти та представник Транснефти уклали додатковую угоду до договору про надание послуг транспортирования нафти территории Украины, которая продолжает его действия на 10 лет. Как вы назначили, с 1 сечня 20-го по 1 сечня 30-го руководителя, 10-ти речный договор. Когда вопрос находится в бизнес-среде, в бизнес-поле и в бизнес-интересном, политика отходит на задний план. Политика и не заходила. А в Газе политика всегда присутствовала. Здесь были аргументы, причем для обеих сторон, как для российской, так и для украинской. Поэтому вот это все на знаменах, на плакатах, но толку нет. Но результата нет. Сторонам очень тяжело прийти к какому-то результату, тем более, когда, допустим, я не вижу, еще раз повторюсь, я не вижу руководства Нафтогаза заинтересованность. А зачем им? Ну зачем им урегулировать Стокгольм? То есть тогда становится, они безусловно получили премию. Зачем им убирать вот эту прокладку со Швейцарии, через которую они реверсом газ получают? Зачем прямые контракты? То есть они лично не заинтересованы. Пане Малитина, давайте пояснимемо нашим глядачам, які, можливо, не дуже добре обізнані в цих речах. Ну, договір, контракт, чи він не суперечить якимось интересам України? Ничему. Ну, 12, там сокращаются объемы транспортировки, это происходит уже давно, это происходит там сначала независимостью Украины. И были попытки у нас, опять же таки, это вот эти вот вопросы антироссийской риторики. То есть не поиска там какой-то альтернативы, а именно антироссийской риторики. Мы, вот яркий пример, закопаны несколько сот миллионов Одесса-броды. Несколько сот миллионов долларов, который вот в конечном итоге так и не заработал. 12 миллионов тонн, если я не ошибаюсь, транзит российской нефти по территории Украины. 290 миллионов тонн экспортной поставки российской нефти в год. У нас тут поле для работы, ну, то есть урегулируем конфликт, можно, я думаю, рассчитывать как бы на увеличение объемов транзита. Но для этого надо работать. Поэтому мы просто сохраняем статус-кво, который существовал. Пане Валентине, еще одну тему с вами обговорим, потому что мы уже с вами неодноразово сгадывали НАК Нафтогазу Украины. И, зокрема, народный депутат Олексій Гончаренко на своей стороне в Facebook, он написал наступное, мовляв, Кабинет Министров Украины вирішив провести аудиторскую оцинку финансовой звездности национально-акционерной компании Нафтогаз Украины. И вот деятельности аудирование Нафтогаза. Во-вторых, аудит как бы Делуатом это же не поиск нарушений. То есть любая аудиторская компания ей ставят задачу. А задача ставится следующим образом. Скажите, мы правильно считаем, что дважды два четыре. Проверьте нас. Проверьте нас. Задача аудиторской компании подтвердить, что считали правильно. Вот у меня ни секунды не возникает сомнений в том, что считали Коболев и Ветренко они прекрасно разбираются в финансах. Вот в чем они разбираются, так это в финансах. Штамм как бы комар носа не подточит. А рассуде коммета цей проверки? Не знаю. Во-первых, надо спросить у господина Гончаренко, который разогнал всю эту историю. Это вообще может быть плановый аудит, который должен быть. 19-20-й год ни о чем. Это ничего не показывает. Мне интересно другое. в августе месяце была проверка счетной палаты. Вот что интересно было бы. Вот это да. Еще там Рахнулкова палата проверяла. Какие результаты? Вот это было бы интересно, потому что счетная палата считает с точки зрения государства, с соблюдения интересов государства. А аудиторская компания считает с точки зрения соблюдения финансовых правил. Я думаю, что с вопросом соблюдения финансовых правил там проблем не будет. А вот с интересами государства гораздо интереснее. Ну так, Интересы государства, знаете, такие вопросы, цикавые. Пане Валентине, мы, снова таки, также сгадывали с вами тот видеоролик, который оприлюднив Офис президента, где президент Володимир Зеленский, премьер-министр Гончарук и другие, как я говорю, доберное украинское чиновничество, обговорили о вопросе снижения тарифов. Вот вы подивилися цей видеоролик. Яки у вас были вражения от побаченного и почутного? Шалман, карнавал, ну, как угодно, но только не совещание в офисе, у президента в кабинете, даже не в офисе, у президента в кабинете. То есть люди, которые пришли, они, ну, это называется, не готовы. Начальник вызвал подчиненных, давайте уйдем как бы сейчас, вот вообще от персональной. Начальник вызвал подчиненных, чтобы получить конкретный вопрос. Можем ли мы решить вопрос, там, условно говоря, в следующем месяце? Неважно, какой вопрос. Я хочу получить от своих подчиненных мотивированный ответ «да», либо мотивированный ответ «нет». Все. То есть «да», потому что, «нет», потому что и какие действия, да, то есть что нужно предпринять для того, чтобы было «да» и когда это можно сделать. Все. Вот все, что я жду. Я не жду дискуссии, я не жду тыканье от господина Гончарука в адрес президента. И я не жду обсуждения, кто должен посчитать, мы подготовимся, мы вечером придем. То есть гнать в шею. Вот всех и сразу. В лед. А вот эти идеи, мовляв, треба подать президентский законопроект до Верховной Рады, чтобы вырешить это вопрос. Значит, давайте упростим ситуацию. Теперь для понимания. Вот теперь по сути. Тарифы на тепло устанавливают либо местные советы, либо НКРКП. То есть лицензиат, не лицензиат. Эти тарифы устанавливаются, исходя из цены на газ. Цена на газ была заявлена, что она будет увеличиваться. То есть вместо того, чтобы кабинетом министров Гончарука, а вот этой историей со страховой ценой, они подтвердили, что они продолжают администрировать цену. То есть они видят возможность с точки зрения, то есть опять рынка нету. Чистое администрирование. Значит, им ничего не мешало зафиксировать цену на газ на уровне, ну конечное уже, с транспортом на уровне 6 гривен. 5 гривен без транспорта с НДС, 6 гривен с транспортом. И сказать, что, еще в сентябре месяце это сделать, и сказать, что мы зафиксировали цену 6 гривен. То есть дать поручение НКРКП, пересмотреть уровень тарифов, потому что цена на газ в отопительный сезон не будет превышать 6 гривен за кубометр. НКРП по процедуре, они должны сделать проект постановления, повесить его на сайт, в регуляторной службе согласовать. И он вступает в действие. То есть нужен месяц в любом случае. Значит, ответ на вопрос господина Зеленского, можно ли в декабре снизить тарифы на тепло со стороны Гончарука, Оржеля, Ковалев, кого угодно, кто там сидел, должен быть нет. Мы по законодательству, по процедуре не можем снизить тарифы в декабре. Максимум мы можем рассчитывать на возможность снижения тарифа в январе, если мы будем действовать вот так-то и так-то. Если Кабмин сейчас зафиксирует цену, Кабмин принимает решение, НКРК через месяц утверждает свое решение оперативно, да, если это надо, опять все. Там вообще на этой нараде, точнее, если мы говорим про ролик, ни слова не было сказано про местную раду, если я не ошибаюсь. Вот там приводился пример города Киева. Ну, хорошо, прекрасно, я тоже как бы, я сел, посчитал, мне не лениво было, я полез, посмотрел, да. Когда цена за газ была, на газ финальная была 7 гривен, условно, тарифы составляли 1350, если я не ошибаюсь, гривен за гигакалорию. Когда газ поднялся до 8,5, это вот 18-й год, 1 ноября было принято постановление, вступило в действие постановление Гройсмана, 867-го газ стал 8,5. Был пересчет тарифа, с 1 января 2019 года Киев Теплоэнерго поставляет тепло по цене 1650 гривен за 1 гигакалорию. Теперь мы имеем обратную историю, у нас уже не 8,5, не 7, а есть возможность 6, значит, тарифы должны снизиться с 1350 до там опуститься ниже 1300, вот весь ответ. Они сидели и искали там эти 300 гривен, да, черную кошку в темной комнате, все, вот весь ответ. Еще раз, люди должны были прийти не вот с этими презентациями, как бы и хороводом, они должны были прийти с четким ответом, что вот смотрите, согласно нашим расчетам, то-то, то-то, кабинет министров говорит, да, мы принимаем постановление, передаем это НКР, передаем местным советам. Ну да, то-то никакие законопроекты не відкладны от президента и не потребны. Ну так, более того, кабинет же отменил предельную норму, которая была введена Гончарком, ее надо было отменять. Но другой вопрос, что кабинет министров не сделал перерасчетов. То-то Гончарок, по сути, он суперечит сам субий. Ну да, сначала они отменяют, потом устраивают, ну то есть это представление, это отвлечение внимания. Самое страшное, что это, ну там, жесточайшим образом ударило по рейтингу самого Зеленского. Не царь хороший, бояре плохие, а вы понабирали, как бы, дураков, свита делает короля, которые не могут сортикулировать ответ на вопрос президента. Вот это ответственность президента, вот это самое плохое в этой ситуации, а не потому, что, как бы, они не могут найти ответ на вопрос. Работают люди, которые не могут, как бы, решить проблему. И вот все, все из-за этого, а так, да, все, это все решаемо. Но для этого нужна политическая воля, для этого нужна четкая государственная политика. Я так разумею, потрібна не лише политическая воля, не лише державная политика, а и другие люди, которые будут выполнять эту державную политику. Нет, должны быть люди, которые будут работать в интересах украинского государства. Нас с вами, в первую очередь, а не в интересах там транснациональных корпораций, Международного валютного фонда, Сороса, Порошенко, кого угодно. То есть интересы государства, интересы населения. И вы увидите, как все это заработает совсем по-другому, там, и не только в сфере энергетики. А когда пытаются просто найти, что называется, галимые отмазки, для того, чтобы прикрыть, а, свою некомпетентность, б, выполнение указаний извне, ну, так ничего не получится. Так все и будет дальше. Ну, разумяло. Пане Валентине, дякую вам за разговоры. Эксперт с питань энергетики Валентин Землянский был гостем студии Политека Онлайн. Я так уж дякую нашим глядачам за увагу. На все добре. До побачення. Субтитры сделал DimaTorzok